Семейный психолог Елизавета Пархоменко Здравствуйте Марина, здравствуйте все слушатели и зрители Спасибо вам за доверие, что вы задаете эти вопросы Итак, первый вопрос Здравствуйте, у меня вопрос к психологу Елизавете Пархоменко Я вышла замуж в 35 лет, сейчас мне 39 Детей в браке нет, у мужа есть взрослая дочь Мне сложно что-то менять в жизни Но я думаю, нам нужен ребенок, чтобы скрепить семью И добавить в нашу жизнь смысла Не хочется жить только для себя, совестно Решила взять приемного, но не знаю, справлюсь ли я Опыта нет Как проверить себя, как узнать, смогу ли я полюбить чужого ребенка Тут, мне кажется, скрыты сразу два вопроса Кроме того, что у женщины нереализованный материнский инстинкт Мне кажется, тут еще и что-то во взаимоотношениях с мужем Требует корректировки Потому что ей кажется, что ребенок должен скрепить семью А это, насколько я понимаю, один из самых больших женских мифов Что ребенок скрепляет семью Ну вот давайте попробуем разобраться в этом вопросе Я согласна с вами, Марина С одной стороны, у меня очень как-то много откликается сочувствие Что ли, да, вот к этой женщине, да, которая Потому что это очень понятно Это так естественно хотеть ребенка В женщину это заложено Это нормально и естественно А с другой стороны, ну вот когда она задает этот вопрос Вот не звучит про ребенка, про материнский инстинкт Не звучит про то, что я хочу там кого-то воспитывать Кому-то дарить тепло Можно было бы, наверное, сказать И я делаю такую сноску на то, что все-таки Ну я так написала, да, ну я так сказала Но я всегда думаю так Что мы люди все-таки что говорим, да, вот В том, что, как мы наши мысли привносим В том, что мы говорим Все равно есть некая доля каких-то глубинных смыслов Да, которые таким образом вот организуются И поэтому абсолютно так же, как и вы Я, конечно, тоже первое, на что обратила внимание Это на эти слова, на два слова На скрипить семью и на смысл Да, хотелось бы привнести в мою жизнь смысл И, конечно, хочется сказать Что с одной стороны, еще раз мне прямо хочется сказать Я очень понимаю эту женщину, да, которая Которая ищет какие-то пути выхода из этой ситуации А с другой стороны, я предложила бы действительно задуматься Для начала сделать такой шаг назад Задуматься о том, что нужно скреплять в этой семье, да И какие смыслы, какого смысла недостаточно Потому что, конечно, это действительно самая опасная история Самая опасная Когда ребенок заводится, и неважно, приемный или свой Когда ребенок заводится с какими-то, может быть, скрытыми Даже наверняка скрытыми от себя желаниями Что-то скреплять в отношениях, да, как-то отвечать за семью Но это также прибавляет смысл, да, давать смысл Я всегда, вообще часто вспоминаю замечательные слова Юнга Часто по разным поводам вспоминаю Мне кажется, они такие глубокие, и они такие важные И о них так важно вспоминать всем родителям Эти слова, вот, да, что самое тяжелое бремя для ребенка Это непрожитая жизнь его родителей О чем эти слова? Они как раз о том, что если у родителей нехватка какая-то смысла Прежде всего, да, и нехватка способности получать удовольствие от жизни Наполненности жизни То тогда ребенок невольно даже, да Даже если он заводится не с осознанным Вот здесь прямо осознанно говорится Не хватает смысла, да Но если даже ребенок заводится без такого осознанного понимания Того, для чего это Но есть где-то нехватка смысла Нехватка близости с мужем То он невольно занимает это место Невольно занимает место, которое будет скреплять супругов Да, и он будет это выполнять И будет старательно это выполнять И невольно занимает место, где он должен давать маме какой-то смысл жизни И для него это будет очень тяжелым бременем Который ляжет на его плечи Потому что он, конечно, это будет делать, да Но это очень тяжело, да Отвечать за то, как живут мои родители вместе и хорошо ли вместе, и не разведутся ли они, и отвечать за то, наполнена ли у мамы жизнь, или у папы, неважно, но здесь про маму, наполнена ли у нее жизнь. Это такое тяжелое бремя, которое, по большому счету, не дает ребенку развиваться, не дает ему искать себя, не дает спокойно становиться на ноги, вырастать и уходить из этой семьи. В хорошем смысле уходить, как взрослые, отделяться. Именно с такими детьми чаще всего со временем происходят самые неприятные истории. Неприятные истории, когда они попадают в какие-то неволополучные компании, связываются с каким-то наркотиком, алкоголем, чем-то еще. Если не это, то какие-то другие симптомы возникают, потому что ребенок растет, и, с одной стороны, это противоестественно быть в такой крепкой связке с мамой, когда я должен обеспечивать ей все время смысл жизни, и оно само по себе противоестественно нарушает развитие. А с другой стороны, если говорить о скреплении родителей, то до поры до времени ребенок маленький действительно может скреплять, хотя это вопрос, где он скрепляет, потому что маленький ребенок параллельно может еще и очень отделять родителей. Это такая острая история, потому что один такой знаменитый психотерапевт, психолог Карл Витакер сравнивал рождение ребенка в семье с колесом. В колесе вот эта центральная часть и ободок, как он там называется, который вокруг, он скреплен спицами. И эти спицы, они одновременно и разделяют центр от краев, и соединяют. И он сравнивался с детьми. Они одновременно и скрепляют, конечно, супругов, но и разделяют их, потому что когда появляется в семье ребенок невольно, там, образуются свои какие-то коалиции, невольно мама начинает чаще всего с младенцем, например. Но это невольная такая история биологическая. Она начинает погружаться в ребенка, папа начинает чувствовать себя отстраненным. Это к тому, что это такой вопрос, до какого времени ребенок и как может скреплять. И очень часто оказывается, что ребенок не может самим своим фактом существования скреплять. Он отчасти даже разъединяет. Тогда у ребенка какой остается выход? Создать какую-то проблему. Вот если ребенок проблемный, больной, если у него панические атаки, если он боится ходить в школу, я не знаю, чего там еще придет в голову, если у него страхи, если у него просто пищеварение нарушено, вот тогда точно будет скреплять. Потому что это такая ситуация, в которой невольно придется задействоваться и отцу, и матери. И вот здесь, да, у них появляется общая цель, то, что психология называется стабилизатором, плохим, дисфункциональным плохим стабилизатором. И они вместе начинают этим заниматься. Но для ребенка это печальная история. Да и для семьи. Елизавета, мы сейчас с вами рассматриваем вот такой сценарий, где действительно кажется все неблагополучно. Если родители не готовы к тому, чтобы принять ребенка в семью с какими-то бескорыстными целями, так скажем, и принимаются такими, это ненормальный сценарий. С другой стороны, когда речь идет о усыновлении ребенка из детского учреждения, кажется, что все озвученные вами проблемы – это ерунда по сравнению с тем, что ребенок останется в детском учреждении, в детском доме. Так что, может быть, стоит параллельно, например, и взять ребенка, и заниматься своей психотерапией. Как вы думаете? Здесь я так думаю, что все-таки задающая вопрос женщина хочет услышать какие-то конкретные практические советы, что делать ей. Ведь, ну да, может быть, она не совсем правильно относится к предстоящему шагу. Но, с другой стороны, мы ведь должны понимать, что человек потратит время на то, чтобы стабилизировать свою психику, и это время уйдет. Нельзя ли это делать одновременно? Мы не можем заводить детей только тогда, когда мы станем психологически зрелыми людьми. Часто мы взрослеем вместе с нашими малышами. Разве это не так? Нет, сто процентов так. Но вот я с вами абсолютно согласна, Марина, про взросление параллельно. И вообще, я задалась вопросом бескорыстное. Насчет бескорыстного заведения детей у меня вообще большой вопрос. Потому что оно по природе корыстное. Потому что можно, конечно, много красивых слов говорить, что мы там для того, чтобы поддавать. Но, по большому счету, мы заводим, потому что нам хочется их любить. Тоже такое, не совсем бескорыстное. Но нормальная, естественная какая-то такая ситуация. Я здесь с вами совершенно согласна с одним «но». Потому что я сейчас говорила не о каком-то длительном процессе зрелости. Вы говорите о психотерапии. Да, это все прекрасно. Но я говорю сейчас не о длительном процессе зрелости. Это понятно, что длительный процесс, он будет продолжаться. И, конечно, можно 80 лет только созреть. Особенно, когда касается своих рождений, своих детей. Можно просто опоздать. Это так. Но я сейчас говорила все-таки о первом шаге, первом движении. И с приемным ребенком, наверное, это даже сложнее, Марина. Потому что если со своим ребенком, это все свалится на него, весь этот груз свалится на него, своих непрожитых смыслов. Но там есть папа и мама, есть какие-то биологические, что ли, вот эти такие драйвы биологические, которые нас действительно подстегивают каким-то размышлением, которые нас держат, что ли. И ты, может, и хотел бы разобидеться на него, а тебя держат. Вот есть все равно эти биологические какие-то связи. То приемным ребенком может быть сложнее. Потому что, во-первых, он принесет свой груз с собой. Он его обязательно принесет. У него целая масса обрывов со своими родными, своей семьей. Даже если это младенец, которого взяли, все равно это осталось. Все равно у него есть эти разрывы и травмы. Они все равно есть. И он приносит свои какие-то трудности, с которыми, в принципе, ему должны помочь приемные родители справиться. И для этого ситуация, наоборот, должна быть лучше, а не хуже. И если на него вдруг сваливается вот это вот все, весь этот груз, то ему нужно нести свой груз. Плюс груз родителей приемных – это очень тяжело. А еще плюс приемные родители, возможно, не готовы услышать резкие от него фразы, потому что у них это поддержки биологической. И это опять, конечно же, не к тому, чтобы не брать ребенка. Конечно же, не к этому, а к тому, чтобы сделать первый шаг в том отношении, чтобы задуматься о том, что у нас с мужем и что здесь надо скреплять. Потому что скрепление – это всегда плохой такой вот механизм. И что у меня со своей жизнью, и почему мне так не хватает наполненности. И все-таки я бы действительно рекомендовала сильно об этом задуматься и сначала начать как следует наполнять свою жизнь и продумать взаимоотношения с мужем, проговорить. Я не знаю этой истории, но я знаю много историй тех людей, которые ко мне приходят на консультации. И слушательница говорит, что она вышла замуж в 35 лет. И тогда у меня сразу возникает вопрос, что, возможно, что-то было в взаимоотношениях, но до 35 лет. Да это же тоже вопрос, почему до 35 лет не было семьи. Скорее всего, это тоже про какие-то сложности. И, возможно, сложности как раз в выстраивании отношений с противоположным полом, в выстраивании отношений с близким человеком. Почти наверняка эти сложности. И тогда скреплять, оно попадает как раз в эту точку, что я и так не очень имею опыт, не очень умею с ним близкие отношения налаживать. Это правда? Непросто. И кажется, что ребенок сейчас поможет. Он станет нашим таким чем-то, что нас объединит. По факту, скорее всего, ему придется приобрести проблему, чтобы это объединило. И я бы предложила сначала задуматься о том, что мне сложно в взаимоотношениях с мужем. Что мешало мне строить эти взаимоотношения на протяжении 15 лет до встречи мужа. И как с ним. И у него тоже, похоже, развод за плечами. Тоже не так все просто. И сначала все-таки простроить, проговорить, подумать, что недосказано. Чем я довольна, чем я недовольна. Проговорить все это. Попробовать вот этот вот ракурс выстроить. И затем договориться, опять же, о приемном ребенке, что тоже очень важно. И о трудностях, которые будут. А затем, да, вторая часть. Я еще раз хочу сделать акцент на смысл. Это отдельная история, да, про смысл жизни. Одна про скрепление, другое про смысл жизни. Это тоже очень частая история. Я просто постоянно сталкиваюсь с этим в работе своей. Потому что это так легко, пока ребенок маленький. Он действительно естественным образом становится смыслом жизни для матери. Но затем ребенок вырастает, он уже не может. И я остаюсь так у пустого корыта, у разбитого корыта остаюсь так. И это еще горше. И ребенок либо подхватывает, либо со мной случается такое разочарование, такое горькое разочарование, из которого выплыть еще сложнее. Если получается ребенку уйти, иногда проблемы, иногда разрывами, или мне получается отпустить, то это еще горше, когда я еще потратила еще 10-15 лет и опять остался в той же точке, с которой начинал, когда брал ребенка. Правильно я понимаю, что все-таки смысл придется искать где-то в другом месте. Да. Сначала надо найти смысл и простроить отношения с мужем. Подумать, где эти недоговоренности. Как недавно мне сказала одна моя клиентка, пара ко мне, которая ходила на психотерапию со сложностями, мы уже которые пришли с симптомами, с паническими атаками, депрессией и так далее, когда она сказала, что я на самом деле, когда говорили о том, что есть ли у вас сложности в браке, я всегда отвечала, что у меня нет, у нас все хорошо, мы не ругаемся, у нас все хорошо. И только сейчас, да, при том после общения с психиатром, это ей психиатр такую мудрую мысль сказал, только сейчас я понимаю, что сложности и проблемы – это не всегда скандалы и то, что мы ругаемся, это совсем не обязательно это. Это могут быть какие-то тонкие непроговоренности, тонкие недовольства или недовольства, разные смыслы, разные взгляды и направления. И это то, из чего рождается близость. И то, с чем гораздо сложнее, чем даже с теми же там скандалами разобраться. И то, с чем нужно, куда нужно смотреть и с чем нужно разбираться. Но у меня нет уверенности, что это совестно про это. Может быть, но может быть и не про это. Может быть, это опять про какие-то смыслы. Может быть, это про вопрос, для чего я живу. И если это вопрос, для чего я живу, то мы возвращаемся к началу нашей беседы, Марина. Потому что уж точно, я еще раз хочу сказать, уж точно нужно сначала разобраться о том, для чего я живу и кто я, и чего я вообще от жизни хочу, и куда я иду в этой жизни, какой у меня смысл в этой жизни. А потом уже разбираться с тем, с кем я иду, и это про мужа. Это мой спутник или не мой спутник, как мы вместе здесь, с выбором супруга, обычно так. Стоит строить в таком порядке взаимоотношения. И ребенок сюда же выпадает. Потому что ребенок – это тот, с кем я пойду к какой-то там своей цели. Их нельзя перемешивать, вот эти смыслы. Ну что ж, у нас следующий вопрос тоже касается приемного ребенка этой темы. И дело в том, что я хочу сразу оговориться, что вы не только психолог с большим стажем работы, и не только многодетная мама, но у вас есть опыт как раз, у вас есть приемная дочь, и, соответственно, мне кажется, что эти вопросы вот прямо вам и должны быть и адресованы. Собственно, они вам и адресованы. Итак, я зачитываю. Не могли бы вы задать мой вопрос психологу Елизавете? Вот могу. Вопрос такой. Я воспитываю приемного сына, ему сейчас 15, он у меня с 4 лет. Раньше растили его с мужем, но муж ушел из семьи, и сын очень переживает. Сказал, раз отец смог меня бросить, то и ты сможешь. Сказал это, когда мы ссорились из-за ерунды, но я чувствую, что он так и думает. Его уже дважды предали, родная мать и мой муж. Как сделать так, чтобы он не потерял веру в людей? Сложная ситуация. И действительно, вот у меня, например, нет ответа даже такого житейского. Исходя из своего опыта, я ничего не могу сказать. Очень ждем. Что же скажете вы? Итак, я зачитываю следующий вопрос на эту же тему. Вопрос такой. Я воспитываю приемного сына, ему сейчас 15 лет. У меня он с 4 лет. Раньше растили его с мужем, но муж ушел из семьи, и сын очень переживает. Сказал, раз отец смог меня бросить, то и ты сможешь. Сказал это, когда мы ссорились из-за ерунды, но я чувствую, что он так и думает. Его уже дважды предали, родная мать и мой муж. Как сделать так, чтобы он не потерял веру в людей? Такой непростой вопрос. И очень ждет наша телезрительница. Ваш ответ, Елизавета. Ситуация очень непростая, конечно. Очень как-то жалко всю эту семью, да и ребенка тоже. И маму, про отца ничего не понятно. И на самом деле это вопрос, который очень перекликается с предыдущим. Правда ведь? Знаете, чем он для меня прежде всего перекликает? Потому что первый вопрос, который у меня встает, когда я слышу этот вопрос, о том, что значит отец бросил ребенка. Ну, потому что, ну, потому что, понятное дело, бывает так, что люди разводятся. Неприятная история, но так бывает. Но одно дело, разводятся муж и жена, другое дело, они разводятся с ребенком. И ко мне часто приходят люди, спрашивают, можно ли, ну, как вот так вот в нашей жизни, да, мы разводимся. Возможно ли пережить ребенку там развод? И я всегда отвечаю, что, ну, да, да, конечно, развод ребенок переживет. Развод родителей ребенок переживет. Это будет травматичное переживание, грустное переживание. Ну, люди и дети, они очень адаптивные, они много к чему адаптируются. Ну, что делать, да, сейчас разводится вон какое количество людей, это чуть ли не большинство пар, да, разводится. И это то, что ребенок может при определенных условиях пережить. Но то, чего он действительно не может пережить, то, от чего рана действительно останется глубоко в сердце, это развод с кем-то из родителей. Когда у ребенка случается развод с кем-то из родителей, да, здесь важно понимать, что это две разные вещи. Родители такое нормальное, здоровое отношение к разводу, ну, если можно говорить вообще про здоровье в отношении к разводу, ну, вот так, да, то нормальное здоровое отношение в этой ситуации, это когда мы расстаемся, да, друг с другом. Ну, это, я, в общем-то, говорю простые вещи, но которые почему-то до сих пор еще не у всех сознания отложились. И которые, конечно, очень эмоционально сложные, потому что, когда мы расстаемся, да, у нас очень много обид непроработанных, и очень сложно не втянуть в это ребенка. Но единственный шанс для ребенка пережить развод спокойно, это по минимуму втягивать свои разборки и свои обиды. Так, чтобы, если ребенок знает, что родители расстались, они больше не муж и жена, но у него остались и мама, и папа, и об этом все трое договорились, то вот тогда это нормальная совершенно база для того, чтобы ребенок развод пережил, да, и, в общем, ну, травма какая-то будет, но он переживет, переработает это и пойдет дальше. А вот такая история, как здесь произошла, да, загадка, что там произошло, и почему отец не поддерживает отношения с ребенком. И, скорее всего, там очень много разных вот внутренних течений, почему это произошло. Так часто бывает и с родными детьми, да, когда это что-то про взаимоотношения мужа и жены, и поэтому ребенок, а ребенок оказался, попал в это место, да. Но вот когда так происходит, тогда, конечно, это реальная травма для любого ребенка, да, потому что он потерял не только семью, да, и образ семьи, и мамы, и папы любящих вместе, он потерял еще одного из родителей. Это прям реально очень страшная травма. И, ну, во-первых, что можно здесь делать, это, конечно, всячески постараться помочь, поддержать эти отношения, да, договориться с родителем. Это и про приемные, и про родные семьи. Но здесь, конечно, особенно ситуация острая, потому что у ребенка действительно уже была эта травма, его уже бросали, и он знает, и здесь тоже бросили. А почему я сказала, что это похоже на предыдущее письмо? Да потому что вот про это скрепить. Помните, мы с вами говорили, да, скрепить. А что там надо было скреплять? И у меня сразу возник вопрос вот в предыдущем письме. А как там было, как тут о договоренности про ребенка? А точно ли и отец хочет скреплять, да, таким образом? А что он считает нужным скреплять, да? А что за размолки есть, которые нужно скреплять? Потому что когда ребенок оказывается чем-то, что можно скрепить, то это может закончиться вот так, вот такой печальный. Вот эта история может оказаться печальным продолжением той истории, к сожалению. И тогда здесь у меня встает сразу вопрос. А как супруги договаривались о том, что они берут этого ребенка? А чье было в основном желание? А точно ли муж действительно хотел, да, и понимал ли? А проговорены ли были все их недомолвки вообще, да? А что там было скреплять? И точно ли они взаимно договаривались и решались на этого ребенка с одинаковым там желанием, да? Вот это все очень важные вопросы. И, наверное, наши зрительницы, ну вот, это очень болезненная ситуация. И понятно, что она только сейчас к этому пришла. И в тот момент, видимо, не могла задать эти вопросы. Это все понятно. Но теперь, видимо, придется задать эти вопросы себе, да? А как это было? А чье это было в общем желание? А для чего мы взяли, да, ну, этого ребенка? А точно ли муж тоже этого хотел, так же, как и я? И если он так же этого хотел, то, наверное, это шанс договориться с ним теперь про ребенка, да? Оставить свои обиды, отложить их в коробочки отдельно, разбираться с ними отдельно. А с мужем договориться про ребенка, да? И про то, чтобы у него был шанс остаться отцом этому ребенку. Если он хотел, то он пойдет навстречу, да? Потому что, возможно, мешают какие-то вещи про взаимодействие супругов, да? И почему он не общается? И, возможно, там много к ней, а не к ребенку. И тогда это шанс договориться об этом. У ребенка вернется отец, и ребенку это будет очень важно. И это будет как раз вот возвращение шанса доверять миру. Но если она ответит себе на вопрос честно, что на самом деле это мое было скорее желание, да? А не мужа, да? И я это не проговорила с ним. А может, он даже где-то и не хотел скорее. Или не относился к этому так, как я. И мы не проговорили, для кого это больше нужно, и какой это будет. И так далее. То тогда, наверное, единственный шанс в этой ситуации, потому что этого уже не вернешь, обратно не придешь и не скажешь, давай-ка это проговорим, да? И ребенка, как родного ребенка, не уберешь обратно в живот, да? И приемного уже никуда не денешь. И тогда единственный шанс, как можно здесь помочь ребенку, да? Это, во-первых, самой эмоционально его не бросать. Ни в каких ни ссорах, ни в чем, да? Нет, я всегда остаюсь, какой бы ты ни был. Это был мой выбор. Я всегда остаюсь с тобой, да? Эмоционально его не бросать. Не позволять себя утягивать в эти ссоры, оставаться стабильной, даже если это больно. Для ребенка оставаться стабильной. Ну, я сейчас даже не беру весь этот аспект, что развод всегда ложится на плечи ребенка, и нужно стараться, чтобы он не ложился на него. Потому что мама травмирована, маме нужна поддержка и помощь, это невольно, да, ложиться на ребенка. И надо стараться, чтобы это не случилось, оставаться поддержкой для этого ребенка. Но, кроме того, наверное, здесь тогда, если я признаюсь, что это было мое решение, а вообще не очень спрашивали про это отца, он, может, тоже бы захотел, но вообще так часто бывает. Его не очень-то глубоко и спросили. Я не про внешние да и нет, я про глубинные процессы. И тогда, наверное, единственный шанс честно об этом поговорить с ребенком, сказать, что вот да, на самом деле это было так, выбирал от тебя я, и я здесь остаюсь. Если действительно отец отказался и от ребенка, и нет шансов восстановить там связь, это первый шаг, который стоит сделать, он важнее. Но если то никак, да, и отец на самом деле говорит, мне не нужен этот ребенок, я его не выбирал, то, наверное, честно так и сказать. Честно сказать, это была моя ошибка, это я сделала неправильно, я тебя выбирала, отца даже не спросили этого человека. Ну вот так. И тогда честность, да, по крайней мере, вернет доверие к матери. Елизавета, ну вот действительно, эти два вопроса очень похожи, и мне кажется, они оба, вот о поиске какого-то смысла, который касается не только ребенка, и мне кажется, здесь необходимо сказать какие-то общие слова, как-то прорезюмировать все, что мы сейчас с вами обсуждали, для того, чтобы сделать для себя правильный вывод, о чем же должна позаботиться женщина и позаботиться мужчина, о чем должен, прежде чем они станут приемными родителями. Ну вот, резюмируя, да, хочется сказать, что, конечно, конечно, все-таки взять в семью приемного ребенка это довольно ответственное решение. И в этом смысле важно, важно, ну, скажем так, посмотреть в эту сторону, да, посмотреть на мои взаимоотношения с мужем, да, и на мои отношения с собой. Ну и, наверное, всем, кто хочет взять приемного ребенка, я бы еще рекомендовала прочитать, ну, книги на эту тему, их сейчас много, можно, например, взять одну, такую Людмила Петроновская, «Дитя двух семей», да, кажется, она называется, ну, их вообще много, ну, вот эта хорошая, да, например, книга, потому что хорошо, что сейчас есть вот школы приемного родительства, это позволяет с какими-то многими вопросами столкнуться, задуматься, проговорить их уже на пути, да, но, конечно, это совершенно не решает все вопросы, она, вот эта школа, она просто не дает возможности так глубоко копнуть, как, к примеру, иногда нужно копнуть для того, чтобы понять, а действительно есть ли у меня близость с мужем, которая, да, и действительно ли это его решение, не просто да или нет такое, а глубокое решение про то, что я хочу там взять ребенка, с кем у меня будут взаимоотношения, да, не только в этой семье, но просто вот отдельные взаимоотношения, чтобы точно не дало повода дальше взять и отказаться от этого ребенка, скорее всего. Но есть какие-то проценты, когда не так. Вот. И это требует отдельного чтения, размышления и углубления в этот вопрос. Ну что ж, спасибо, Елизавета. Я действительно соглашусь с тем, что школа приемных родителей, такое нововведение, это очень полезная вещь, и я знаю приемных родителей, которые, пройдя эту школу, получили массу новых знаний, и им это действительно помогло стать счастливыми родителями. Ну а я вас благодарю, и надеюсь, что наши телезрительницы услышали ответы, которые так долго ждали. И я вас предупреждаю, что это еще не конец ответов на вопросы, которые вы нам присылаете в сети интернет, дорогие телезрители. Каждый из вас дождется своего ответа. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До новых встреч. Это была программа для родителей. Учимся растить любовью. Я Марина Ланская. Редактор субтитров А.Семкин